Продолжение следует... Сегодня мы поговорим о равноденствии, начале весны. Мы узнаем, что движемся вокруг Солнца благодаря смене времен года. Зима, весна, лето, осень, снова зима. Земная ось наклонена, и мы поворачиваемся лицом к Солнцу под разными углами. Когда Земля здесь, в полдень Солнце находится прямо над южным полушарием. В южном полушарии лето. В то же время Северное полушарие большую часть дня находится в тени. Там зима. Земля продолжает свой путь по орбите, и линия, по которой Солнце касается Земли, поднимается к экватору. День, когда Солнце находится отвесно над экватором, начало равноденствия. Север и юг делят солнечный свет поровну. В Северном полушарии начинается весна. Земля продолжает свой путь, и линия поднимается на север. В июне и июле Северное полушарие оказывается под Солнцем и получает больше солнечного света. Наступает лето. Наше путешествие продолжается. Солнечные лучи спускаются ниже к экватору и пересекают его 23 сентября. Это осеннее равноденствие. Линия опускается ниже экватора, приближается зима. Но сегодня мы поговорим о начале весны. Равноденствие. Период весенних приливов. Притяжение Луны привлекает воды Мирового океана. Когда мы видим половину Луны, она притягивает воды в этом направлении, а Солнце в другом. Силы направлены в разные стороны и вызывают маленькие приливы. Однако, когда Луна встает в ряд с Солнцем, их притяжение совпадает и образует очень большие приливы. В момент равноденствия, когда Солнце находится прямо над экватором, его притяжение увеличивается за счет центробежной силы Земли. Так Солнце влияет на весенние приливы. Другой важный фактор, влияющий на приливы – удаленность Луны от Земли. У Луны эллиптическая орбита. Иногда Луна к нам ближе, иногда дальше. Чем она ближе, тем сильнее приливы. Бывает, что наиболее сильные приливы случаются не в равноденствии, а в дни, когда Луна подходит к Земле очень близко. Если мы посмотрим на Солнце в момент равноденствия, в первый день весны оно окажется в созвездии Рыб. За тысячелетия земная ось делает круг, слегка меняя угол своего наклона. Очевидно, меняет угол наклона и экватор. Если экватор меняет угол наклона, смещается и начало равноденствия, ведь это тот день, когда Солнце находится в точности над экватором. Последние три тысячи лет, в момент равноденствия, Солнце находилось в созвездии Рыб. Однако теперь оно удаляется от этого созвездия. В следующие несколько столетий Солнце в момент равноденствия будет постепенно отдаляться от созвездия Рыб, направляясь к Водолею. Вот почему часто говорят о наступлении эры Водолея. Астрономы называют это предварением равноденствий. Солнце неспешно перебирается от рыб к Водолею. Когда мы говорим о Рыбах и Водолее, то имеем в виду созвездия, группы звезд, а не астрологические знаки. Астрологи не корректируют положение знаков в соответствии с движением равноденствия. Поэтому за две тысячи лет астрологические знаки переместились из одного созвездия в другое. Примерно раз в два года Земля обгоняет Марс, красную планету, которая движется по соседней орбите. Земля находится ближе к Солнцу, а потому движется быстрее и обгоняет Марс. В какой-то момент Земля оказывается между Марсом и Солнцем. Когда Солнце, Земля и Марс выстраиваются в ряд, Марс оказывается напротив Солнца. С Земли мы видим, как на западе заходит Солнце, а на востоке восходит Марс. Ближе к полуночи Марс оказывается прямо на юге. Вот он, желтый, среди белого сияния звезд. Когда Земля находится между Марсом и Солнцем, можно наблюдать захватывающие картины. В полдень на юге Солнце, в полночь на юге Марс. Марс – единственная планета, на которую в ближайшем будущем может вступить человек. В 1971 году на Марсе впервые совершила мягкую посадку межпланетная станция Марс-3. Она передавала панораму поверхности планеты. Новые зонды уже направляются к Марсу. Каждый месяц Луна и Марс встают в ряд. Если это происходит вечером, то помогает нам найти Марс среди звезд. Он чуть правее Луны. В нашем путешествии вокруг Солнца мы забываем, что Земля отбрасывает огромную тень шириной 12 тысяч километров. Об этом не стоит забывать, ведь каждый вечер, как только заходит Солнце, мы сами погружаемся в эту тень на целую ночь. Во время лунного затмения, которое всегда происходит в полнолунии, мы можем увидеть тень Земли, отброшенную на Луну. Лунные затмения Лунные затмения происходят за две недели до или через две недели после Солнечных. В то время, как Солнечные затмения можно наблюдать на узкой территории в течение нескольких минут, лунные увидеть намного проще. Когда Луна оборачивается лицом к Солнцу, она оказывается в тени Земли. Поскольку земная тень гораздо больше самой Луны, затмение длится несколько часов. Его может увидеть каждый, кто находится на неосвещенной стороне Земли. Земля заливает Луну своей тенью. Солнечные лучи, прошедшие через нашу атмосферу, раскрашивают Луну в цвета заката. Лунные затмения Лунные затмения происходят за две недели до или через две недели после Солнечных. После Солнечного затмения Луна движется дальше по своей орбите. Через две недели она достигает тени Земли и проходит через нее. Земная тень покрывает полную Луну и превращает ее в полумесяц. В Древней Греции во время лунного затмения Аристотель обратил внимание на изгиб этой тени. Это доказательство он искал очень давно. Только огромный круглый объект мог отбросить на Луну изогнутую тень. Земля круглая. Во время затмения тень Земли движется, и Луна темнеет, приобретая в то же самое время странные оттенки. Это происходит из-за солнечных лучей, проходящих через нашу атмосферу, как во время заката. Если бы мы во время затмения находились на Луне, вскоре после этого заката мы увидели бы рассвет. Во время следующего полнолуния затмения не будет. Луна пройдет чуть выше земной тени. В год бывает только два лунных затмения. Следующее состоится через шесть месяцев. 20 марта начинается весна. Иногда она начинается 21 марта, а не 20. Почему так происходит? В полдень 20 марта Земля достигает точки весны. Однако ее собственное вращение не связано с годичным оборотом вокруг Солнца. И вот что получается год спустя. 20 марта, в полдень, Земля не достигнет точки весны. Нужно еще шесть часов. Она достигнет этой точки 18 часов. Весна начнется лишь в шесть часов вечера. Еще через год весна опять наступит на шесть часов позже. Это будет полночь с 20 на 21 марта. На третий год начало весны опять сдвинется на шесть часов. Таким образом, в этот раз весна начнется уже 21 марта. Если бы это продолжалось, то начало весны откладывалось бы до бесконечности. Нас спасает високосный год, в который мы добавляем 29 февраля. Добавляя лишний день зиме, мы не позволяем нашей планете украсть день из весны. Каждые четыре года, в год перед високосным, весна начинается 21 марта. Во всех остальных случаях 20 марта. Дата Пасхи зависит от взаимоотношений Солнца и Луны. Возьмем за пример 1997 год. Вот мы достигли точки равноденствия. Земля пересекает линию. Первое условие выполнено. Однако Луна еще не стала полной. Через четыре дня появляется полная Луна. Выполнено второе условие. Однако это случилось в понедельник, а для Пасхи нужно воскресенье. Так что придется подождать неделю. Следующий год, 1998. Земля достигла точки равноденствия. Но на небе еще только половинка Луны. Пасха вновь задерживается. Чтобы стать полной, Луне надо пройти практически всю свою орбиту. И это займет три недели. Полнолуние случается в субботу. И нам не надо ждать долго. В воскресенье на следующий день можно праздновать Пасху. Когда часы показывают нам время, они еще и определяют положение Земли относительно Солнца. В полдень Солнце пересекает меридиан того города, в котором вы находитесь. Земля делает полный оборот за 24 часа. Каждый час лицом к Солнцу оборачивается новый кусочек поверхности. Поэтому Земля разделена на 24 часовых пояса. В Праге полдень. Солнце над Прагой. Через час полдень будет в Париже. Еще через час полдень будет в Лиссабоне. Прибавим еще два часа. Полдень в Бразилии и Гренландии. Еще два часа. Вот мы и добрались до Нью-Йорка. Чтобы упростить коммуникации между соседними странами, естественные часовые пояса были расширены и получились искусственные часовые пояса. Например, Мадрид и Прага находятся в одном часовом поясе, хотя их разделяет две тысячи километров. В полдень Солнце пересекает меридиан Праги, где часы показывают 12. Все в порядке. Однако Солнцу требуется час, чтобы достичь парижского меридиана. И в Париже часы показывают один час дня, то же время, что и в Праге. Французы живут по пражскому времени. Весной во многих странах происходит переход на летнее время. Стрелки часов переставляются на час вперед. В таком случае Солнце взойдет на час позже, как если бы мы переместились чуть восточнее. Итак, Земля разделена на 24 часовых пояса. Если мы переходим на летнее время, то мы будто перемещаемся на один пояс на восток. В большей части Европы время сдвинуто на один час еще до такого перехода. Чтобы упростить коммуникации, европейцы заменили реальное время, которое соотносится с положением Солнца, временем, соответствующим часовому поясу Праги. В Мадриде, Париже и Варшаве часы показывают одно и то же время, хотя эти города находятся в разных часовых поясах. Когда мы переставляем стрелки часов на летнее время, мы будто отправляемся на восток. Англичане будут жить по пражскому времени, а французы по времени Стамбула. Солнце пройдет через меридиан Стамбула точно в полдень. И когда оно дойдет до Парижа, там будет два часа дня, как и в Стамбуле. Вращение Земли от этого не изменится. Изменится лишь наше отношение ко времени. Сегодня мы поговорим об отрезке пути от точки равноденствия до точки солнцестояния, которая означает приход лета. Между ними проходит 12 недель. Раз в год Земля, Солнце и Сатурн выстраиваются в ряд. В 1997 году к ним присоединилась Венера. Все это происходит за Солнцем и скрыто от нас звездой. Но мы покажем вам. В начале 1997 года Венеру можно было увидеть утром справа от Солнца. За три месяца Венера, которая находится ближе к Солнцу и движется быстрее нас, прошла часть пути и скрылась за Солнцем. В начале года Земля была здесь и вечером слева от Солнца мы могли видеть Сатурн. За три месяца Сатурн почти не сдвинулся, а мы тем временем прошли треть своей орбиты и теперь не можем увидеть Сатурн, который также скрылся за Солнцем. Он пересекает небо, прячась в солнечном свете. Движение планет породило это интересное явление. Венера обогнала нас. Сатурн едва сдвинулся с места. Земля прошла часть орбиты. Три планеты оказались на одной линии с Солнцем. Сатурн, Венера, Земля. Солнечному свету требуется восемь минут, чтобы достичь нас. Солнце и планеты наши близкие соседи. Другие звезды расположены намного дальше от нас. Рассмотрим Орион, одно из самых больших созвездий. Его можно видеть даже в городах, где многие звезды не видны из-за яркого света ночных огней. Орион состоит из восьми основных звезд. Представьте, что вы смотрите на Орион не из Земли, а из другой точки Вселенной. Все восемь звезд находятся на разных расстояниях друг от друга. Свет от звезд, которые мы видим сегодня, покинул эти звезды в разные столетия и показывает, какими одни звезды были во времена наших прадедушек, а другие во времена Петра Первого. Вместе эти изображения из разных эпох и формируют Орион. Наблюдая за звездами и галактиками, мы отправляемся в прошлое. А наша Солнечная система живет в настоящем. В марте 1997 года комета Хейла-Боппа пролетела мимо Земли и Солнца. Возможно, она уже делала это 3000 лет назад, а возможно, посетила нас в первый раз. Сложно определить, насколько яркой окажется комета. Кометы более непредсказуемы, чем наши соседи, планеты. Мы точно знаем, где планеты находятся сейчас и где они окажутся в будущем. Планеты вращаются по эллиптическим орбитам, почти круглым. Кометы тоже вращаются вокруг Солнца, но по странным орбитам, напоминающим продолговатые эллипсы. Кометы это сплав пыли и льда. Они похожи на грязные снежки. Подходя близко к Солнцу, они разогреваются и выбрасывают огромное количество газа и пыли. Газ и пыль формируют хвост кометы, который подсвечивается Солнцем. Хвост развивается по небу, он всегда направлен от Солнца. Сложно предсказать, сколько газа выбросит комета и насколько хорошо ее будет видно. Комета Хейла-Боппа прошла мимо Солнца в 1997 году и улетела настолько далеко, что ей потребуется 3000 лет, чтобы вернуться. Скорее всего, кометы сформировались одновременно с Землей и другими планетами, то есть 4,5 миллиарда лет назад в районе орбит Сатурна и Урана. Эти комки льда и пыли не притянулись ни к одной из планет и не попали, например, в кольца Сатурна. Планеты-гиганты Юпитер и Сатурн были довольно неустойчивы и наши грязные снежки оказались выброшены за пределы Солнечной системы в сторону скопления называемого облаком Оорта, в котором находятся миллиарды комет. Отсюда до Солнца так далеко, что его притяжение почти не чувствуется. Однако даже слабый импульс может подтолкнуть комету обратно в сторону Солнечной системы. После путешествия длиной в несколько тысячелетий новая комета загорается рядом с Солнцем. В ближайшие несколько тысяч лет она вернется на окраины Солнечной системы. Однако иногда комету захватывает своим гравитационным полем планета гигант вроде Юпитера. Тогда комета прекращает свой путь. Одна из комет наша старая знакомая. Это комета Галлея. Она пролетает недалеко от Солнца и Земли каждые 76 лет, после чего направляется в сторону орбиты Нептуна. Наблюдая за ней, мы словно проживаем историю в ускоренном режиме. В 240 году до нашей эры ее обнаружили китайские астрономы. В 11 веке она сияла, когда Вильгельм Завоеватель отправлял свой флот покорять Англию. В 14 веке она вдохновляла художника Джотто. Каждый раз это была одна и та же комета, только никто этого не понимал. В 17 веке астроном Эдмунд Галлей рассчитал, что в следующий раз комета появится через 76 лет и не дождался ее. Когда комета появилась, его ученики вспомнили о предсказании и назвали ее кометой Галлея. С тех пор комета появлялась только 4 раза. Это показывает, насколько огромна Солнечная система. Период обращения кометы 76 лет. Это средняя продолжительность жизни человека. Возможно, самые молодые из вас увидят ее в 2062 году. Другие кометы проходят еще ближе, некоторые даже пересекают земную орбиту. земля. Солнечные Пройдя точку весеннего равноденствия, мы направляемся к летнему солнцестоянию, самому длинному дню. Солнечные лучи падают на нас под все большим углом, становятся теплее. Земля постепенно наклоняется к солнцу, и мы видим его выше и выше в небе. Путь солнца на небе удлиняется, удлиняется и день. Если ваши окна выходят на восток, запомните, где восходит солнце. Вы заметите, что каждый день оно восходит чуть левее. При этом каждый вечер солнце заходит немного правее. Если ваши окна выходят на север, обратите внимание, что каждый следующий день тень на соседнем здании будет опускаться чуть ниже. Если же ваши окна выходят на юг, смотрите на пол. Линия, отделяющая свет от тени, каждый день будет сдвигаться в сторону окна. Все эти мелочи показывают нам движение Земли, которое каждый день немного наклоняется в сторону Солнца. В сел в 1997 году мимо Земли и Солнца пролетела комета Хейла Бобба. Ее орбита расположено под прямым углом к плоскости движения планет. Поэтому она пролетела прямо над Солнцем. Вот как это выглядело с Земли. После заката комета возникла над тем местом, куда только что зашло Солнце. Мы видим яркие кометы, поскольку они нагреваются Солнцем и выбрасывают газы. Мы можем использовать кометы как летающие термометры, чтобы знать, где в нашей Солнечной системе тепло, а где холодно. Если комета находится так же далеко от Солнца, как Сатурн, она похожа на камушек. Нет хвоста, нет свечения. Температура на Сатурне минус 180 градусов по Цельсию. Комета достигает Юпитера, хвоста все еще нет. Температура на Юпитере минус 140. Когда комета долетает до Марса, она начинает разогреваться. она выбрасывает первые газы и показывает свои волосы. Температура на освещенной половине Марса минус 30 градусов. Затем комета достигает Солнца и Земли, и ее хвостик распускается на полную длину. Из всей Солнечной системы только на Земле температура умеренная, в среднем 17 градусов. Комета улетает, ее ядро вновь охлаждается, а хвостик пропадает. Больше мы ее не видим. Земля единственная планета с умеренной температурой и единственная, на которой в больших объемах есть вода. Возможно, единственное место, где существует жизнь. Комета Хейла-Боппа направляется в дальние участки Солнечной системы, в отличие от некоторых комет, которые были перехвачены. Знаменитая комета Шмейкера-Флеви в 1994 году подошла слишком близко к Юпитеру. Захваченная силой притяжения Юпитера, комета начала вращаться вокруг гигантской планеты по эксцентричной орбите, которая приближала ее все ближе и ближе к поверхности. В конце концов силы гравитации разорвали ядро кометы и через один круг обломки обрушились в атмосферу Юпитера. Нам впервые удалось запечатлеть подобное событие. Комета Свифта Тутля возвращается примерно раз в 130 лет. Она проходит так близко к нашей орбите, что каждый август Земля проходит через облако мусора оставшиеся от ее хвоста. На скорости 100 тысяч километров в час Земля врывается в метеоритное облако. Для нас это выглядит как звездный дождь. Когда комета Свифта Тутля появилась в 19 веке, астрономы предсказали ее возвращение и рассчитали его дату. Но кометы не очень пунктуальны. И она появилась несколько лет спустя, в ноябре 1992 года. Земля прошла через оставшийся след несколько месяцев спустя, 12 августа. Следующее свидание с этой кометой состоится в 2126 году. Ее ожидают 14 августа. Земля пройдет совсем близко, как и каждый год она будет в месте встречи 12 августа. Если комета не появится до 14 числа, мы успеем пройти этот отрезок орбиты до ее прихода. Однако, если она объявится на 2-3 дня раньше, наших прапраправнуков ожидает хорошая встряска. Каждый месяц, спустя 2 или 3 дня после новолуния, если небо чистое и огни большого города вам не мешают, посмотрите на Луну. Вы увидите небольшой месяц, который Солнце подсвечивает из-под горизонта. Слева от этого месяца вы сможете видеть чуть освещенный полный лунный диск. Откуда взялся этот серый цвет? Это свет Земли. Солнечный свет, который падает на Землю и отражается на Луну. Луна отражает его обратно на Землю. Настоящий космический бильярд. Свет исходит от Солнца, падает на Землю, отражается на Луну, а с Луны обратно на Землю. Лучшее время для наблюдения за земным светом третья, четвертая или пятая ночь после новолуния. На шестую ночь Луна такая яркая, что слабый свет отражаемый из Земли уже не различить. Луна продолжает свой путь и вскоре покидает пространство, в которое Земля отражает основную часть света. Постепенно земной свет на Луне потухает, чтобы через месяц вернуться вновь. Пасх Обратимся к православной Пасхе, которая зависит от юлианского календаря и происходит на 13 дней позже Пасхи по григорианскому календарю. Как появилась эта разница? Годичный цикл движения Земли вокруг Солнца длится 365 дней и одну четверть. Каждые четыре года мы прибавляем лишний день, 29 февраля, чтобы наш календарь совпадал с реальным временем. Юлианский календарь ввел Юлий Цезарь. Он расходится с реальным временем лишь на две трети дня за целый век и менее чем на 10 минут за год. Однако спустя 16 столетий образовалось 10 лишних дней. Папа Григорий XIII изъял эти 10 дней и чтобы в будущем не возникало таких проблем постановил не прибавлять лишний день каждому последнему году столетия. Сегодня весь мир живет по Григорианскому календарю. Однако в странах неповиновавшихся папе лишних дней не убирали, эти страны стали жить на 10 дней вперед остальных. В 1700-м, 1800-м и 1900-м, последних годах столетий Крим прибавились еще три дня. Общий разрыв составил 13 дней. Календари отличаются, поскольку люди по-разному обращаются со временем. В 1997 году комета Хейла-Боппа пролетела мимо нас и пересекла планетарную плоскость. Прежде чем исчезнуть совсем, она пролетела перед созвездием Ориона. В феврале в районе девяти часов вечера мы могли видеть Орион прямо на юге. Его легко распознать. Голова, две руки, две ноги и пояс. Позже из-за перемещения Земли мы уже не найдем Орион на юге. Теперь надо искать правее, на юго-востоке. Орион хороший ориентир, чтобы представить себе путешествие Земли. За год Земля делает оборот вокруг Солнца. Круг 360 градусов. Земля пролетает 1 градус в день. Каждую ночь в одно и то же время мы смотрим на 1 градус левее, и нам кажется, что звезды сдвинулись на градус правее. Земля продолжает свой путь. Допустим, прошло 2 месяца. Теперь, чтобы найти Орион, нам надо смотреть на юго-восток. И еще через 2 месяца, когда Земля продвинется по орбите, Орион скроется за Солнцем. Мы не сможем его увидеть. За 2 месяца Орион сдвинулся правее. На самом деле, Орион не двигался. Эта Земля двигалась вокруг Солнца. Появление кометы Хейлебоппа показало нам, что Солнечная система не ограничивается лишь планетами. Здесь могут появляться неизученные тела, например, кометы или астероиды. Крошечные планеты образуют кольцо астероидов между Марсом и Юпитером. Как они образовались? Долгое время считалось, что астероиды — это осколки разбившихся планет. Сегодня ученые предпочитают обращаться к тем временам, когда Солнечная система только формировалась. Возможно, астероиды — это остатки межзвездной материи, которой не досталось ни одной из планет и осталось в пространстве между Марсом и Юпитером. Тысячи астероидов вращаются по запутанным, необычным орбитам. Это настоящие космические гонщики. Для Земли риск столкнуться с кометой очень невелик. Гораздо более вероятно столкновение с астероидом. Астероиды бывают разные. Маленькие метеориты, которые сгорают в атмосфере, не достигнув Земли. Чуть побольше, которые падают на Землю тысячами, никого не задевая. Космическое тело размером с дом упало в Сибири в 1908 году, уничтожив 2000 квадратных километров леса. Бывают космические путешественники еще большего размера, например, с гору или остров. Каждый день современные радары ищут новые астероиды, в особенности те, которые пересекают нашу орбиту. Астероид Гаспра размером с остров Джерси. Если такой астероид столкнется с Землей, жизнь на планете исчезнет. Если мы увидим астероид, который движется в направлении Земли, его придется перехватить ракетой, изменив таким образом его направление. Однако пока ничего тревожного наши радары не находят. Кометы и астероиды очень интересуют ученых. Несколько космических зондов запущены в космос именно с целью их изучения. Астероиды могут многое прояснить в истории возникновения Солнечной системы. Планеты формировались, захватывая все больше и больше межзвездной материи. За миллиарды лет эта материя сильно видоизменилась. Она сжималась, нагревалась, плавилась и вырывалась из вулканов. На Земле эта материя навсегда изменена посредством атмосферы, воды и эрозии почвы. Астероиды же остались нетронутыми. На них нет атмосферы, эрозии, давления. Они – образцы первичной материи Солнечной системы. Они – идеальный объект для изучения этой первичной материи, наших корней. Ведь все мы тоже состоим из нее. Если Земля находится здесь, то через 8 недель, она окажется в точке солнцестояния и начнется лето. Нам кажется, что Солнце каждый день поднимается выше. В день солнцестояния оно начнет опускаться ниже. Когда Земля проходит этот отрезок своей орбиты, северное полушарие с каждым днем все больше наклоняется к Солнцу. Зимой солнечные лучи касались нас поверхностно. Теперь они падают на нас свысока, становятся теплее. Солнце – звезда, сияющая уже миллиарды лет. Поскольку солнечное излучение не изменяется на протяжении тысячелетий, смогла появиться наша атмосфера и возникнуть жизнь. Наличие жизни зависит от расстояния до Солнца. Если бы Земля была ближе к Солнцу, скажем, на орбите Венеры, было бы слишком жарко, ведь на Венере плавится свинец. Очень далеко от Солнца, на орбите Сатурна, было бы слишком холодно. Вращение Земли вокруг своей оси также играет роль в поддержании уникального баланса. Если бы Земля вращалась медленнее, дни были бы длиннее. За день Солнце нагревало бы поверхность слишком сильно. Ночью, наоборот, было бы слишком холодно. Если бы Земля вращалась быстрее, то атмосфера, воздух которым мы дышим, растворилась бы в космосе под действием центробежных сил. Наше хрупкое существование уникально для Солнечной системы и зависит от этого баланса. Как и у любой планеты, у Земли есть своя орбита, которая зависит от сил притяжения, действующих на Землю. Устойчивость нашей планеты обеспечивает Луна. Без нее Земля колебалась бы слишком сильно, и на ней не сохранился бы постоянный и пригодный для жизни климат. Луна захвачена земным притяжением и не может вращаться свободно. Наш спутник уравновешивает Землю, как шестка натоходца. Планеты-гиганты Сатурн и Юпитер уменьшают риск нашего столкновения с астероидами и кометами. Благодаря огромной массе Юпитер захватил комету Шемекера-Флеви. Если бы эта комета упала на Землю, мы бы о ней уже не рассуждали. Солнечные лучи обеспечивают каждый квадратный метр земной поверхности таким же количеством энергии, как и дюжина 100-ваттных лампочек. Солнце нагревает воздух. Горячий воздух экватора поднимается вверх и перемещается на север и юг. На экваторе Земля вращается очень быстро, и воздушные массы отклоняются в сторону вращения планеты, прежде чем вернуться на поверхность экватора. Это пассаты. Вне тропиков Солнце не греет так сильно. Вращение Земли тянет за собой воздушные массы. Так возникают западные ветры, о которых часто упоминают в прогнозах погоды. Отдаляясь к северу и югу воздушные массы закручиваются в спирали. Как вы помните, на полюсах Земля вращается медленнее, чем на экваторе. В северном полушарии облака закручиваются в спирали против часовой стрелки, а в южном полушарии наоборот. Так ветры переносят тепло из тропических областей в более умеренные, распространяя солнечную энергию по планете. Из-за наклона оси вращения Земли северное полушарие отклоняется в сторону Солнца, разогреваясь. Это происходит весной. Каждый год цикл времен года повторяется с незначительными отличиями. Однако в долговременной перспективе климат нашей планеты меняется. Климат контролирует солнечные лучи. По мнению ученых, сила гравитации Солнца стремится выпрямить наклоненную ось вращения Земли. Однако сила инерции самой Земли этому препятствует. Противоборство этих сил заставляет планету хоть и очень медленно, но колебаться. За десятки тысяч лет угол, под которым на Землю падают солнечные лучи, может измениться, а это может повлечь изменение климата. Лед с Северного полюса может покрыть всю Европу и Северную Америку. Наступит ледниковый период. А потом эти же регионы могут стать тропиками. За свою историю земной климат претерпел значительные изменения. Изначально жизнь на Земле существовала только в океане. Миллионы лет энергия Солнца создавала смесь из азота и кислорода на земной поверхности. И это смесь в воздух, которым мы дышим. Очень тщеславно списывать повышение температуры, произошедшее за последние годы, только на человеческий фактор. Ведь мы так до конца и не понимаем, как работает Солнце. Ближайшая к Земле планета Меркурий. Он вращается так быстро, что встает в ряд с Солнцем и Землей каждые четыре месяца. Однако мы не можем видеть эту планету на фоне светила. Ведь орбита Меркурия слегка наклонена по отношению к земной. Поэтому для нас Меркурий каждый раз проходит чуть выше или чуть ниже Солнца. И не видим с Земли. Наблюдать, как маленький Меркурий проходит на фоне огромного Солнца, мы можем раз в семь лет. Например, это произошло в 2003 году. Есть еще одна планета, которая вращается быстрее нас. Это Венера. Каждый раз, когда она догоняет нас, мы должны бы видеть ее на фоне Солнца. Однако и орбита Венеры тоже наклонена по отношению к земной. Условия, когда мы можем увидеть Венеру на фоне Солнца, возникают только дважды в столетие. Это и упорядоченность, и неустроенность нашей Вселенной. То, что кажется идеальными, выверенными кругами, на деле оказывается эллипсами, которые колеблются, двигаются и раскачиваются. Солнечная система ходит в развалку, как если бы она была живой. Солнечная система Если сегодня мы были бы здесь, то через семь недель оказались бы в точке Солнцестояния. 21 июня начинается лето. Каждые два года мы обгоняем Марс, поскольку Земля движется по своей орбите быстрее красного соседа. Чтобы обогнать Марс, Земле нужно около двух месяцев. Точно так же Земля обгоняет и Нептун. Кажется, будто Нептун меняет направление движения и возвращается в обратную сторону. Нептун можно увидеть только через телескоп. Он в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Это одна из самых больших планет Солнечной системы, и путь, который он проходит, удаленная копия нашего пути вокруг Солнца. Со скоростью 107 тысяч километров в час Земля проходит это расстояние с апреля по октябрь. Нептун в пять раз медленнее. Поэтому на фоне звезд нам кажется, будто он движется в обратном направлении. Нептун – газовый гигант. Он в 60 раз больше Земли. Земля обходит Солнце значительно быстрее Нептуна. У него на это уходит 165 лет. За всю вашу жизнь Нептун пройдет лишь половину своей орбиты. За год Земля сделает полный круг, а Нептун сдвинется по своей орбите лишь на 2 градуса. Мы увидим его примерно в том же самом месте. Все планеты, расположенные за Марсом, двигаются очень медленно. Уран обходит Солнце за 84 года, Сатурн – за 29,5 лет, а Юпитер – за 12 лет. Раз в месяц Луна помогает нам обнаружить в небе Юпитер. Каждые 4 недели Луна и Юпитер встречаются в небе. Во время их встреч мы можем наблюдать Юпитер, очень яркую планету рядом с Луной. У Юпитера самой большой планеты Солнечной системы множество спутников. Четыре из них, наиболее крупные, мы можем увидеть в бинокль. Они двигаются очень быстро, а потому меняют свою позицию каждую ночь. Иногда Юпитер скрывается за Солнцем. Этой планете требуется 12 лет, чтобы обойти Солнце. Земля делает за один год полный круг, а Юпитер проходит лишь 12-ю часть своей орбиты. Нам кажется, что он выходит из-за Солнца, но это лишь эффект, возникающий из-за вращения Земли. Луна делает оборот вокруг Земли за один месяц. Она и Юпитер встают в ряд. Луна и Юпитер находятся в одном направлении, но они сильно удалены друг от друга. Луна находится близко к нам, а Юпитер в две тысячи раз дальше. Во время этой встречи Луна и Юпитер расположены на небе бок о бок. С помощью Луны найти Юпитер очень просто. Иногда его можно увидеть рано утром. Тем же, кто встает поздно, надо проявить терпение. Через несколько месяцев они смогут увидеть Юпитер вечером. С Юпитером мы знакомы с древних времен. Астрономы изучали Солнечную систему еще до появления телескопа. Значительно позже были обнаружены далекие планеты Уран, Нептун и Плутон. Они вращаются по своим орбитам очень медленно, поэтому их сложно отличить от звезд. Уран, газовый гигант, находится в 20 раз дальше нас от Солнца. Ему требуется 84 года, чтобы пройти свою орбиту. Ось вращения Урана практически лежит на его орбите. Она всегда указывает в одном направлении, поэтому иногда Уран катится словно мячик, а иногда двигается вперед и катится назад. Уран делает оборот вокруг своей оси за 17 часов. Значит, день и ночь на нем должны длиться по 8,5 часов. Но это не так. Из-за лежачего положения этой планеты одна ее половина освещается Солнцем первую половину пути, другая вторую половину пути. Один год на Уране, 84 года на Земле. 42 года на Солнце, 42 года в темноте. Это длинный день и длинная ночь. Самая далекая из планет Плутон. Это и самая маленькая планета. она меньше нашей Луны. Плутон сопровождает спутник, который вдвое его меньше, Харон. Два этих тела находятся близко друг к другу и формируют двойную планету. Плутон и вправду очень странный. Его орбита наклонена сильнее, чем любая другая. Что еще важнее, его орбита настолько смещена, что пересекает орбиту Нептуна. В 1978 году Плутон пересек орбиту Нептуна и начал двигаться внутри нее. Посмотрите справа на вашем экране. До конца 20 века Плутон был ближе к Солнцу, чем Нептун. В 2000 году он вновь пересек орбиту соседа и стал самой далекой планетой. Если их орбиты пересекаются, возможно ли, что однажды Нептун и Плутон столкнутся? Нет, невозможно. Хоть их орбиты и пересекаются, эти планеты никогда не встретятся. Их пути соотносятся удивительным образом. Кольца Нептуна были открыты, когда он проходил по небу на фоне звезд. Вот звезда до появления Нептуна. Она исчезает дважды, а затем, когда Нептун проходит, исчезает еще два раза. Это свидетельствует о наличии колец у планеты. Через несколько лет аппарат Voyager 2 прошел близко к Нептуну и сфотографировал его. Фотографии доказали, кольца у Нептуна есть. Другой зонд продемонстрировал нам кольца Юпитера, настолько тонкие, что с Земли их не увидеть. Когда Галилей наблюдал за Сатурном, то думал, что у него два спутника. Сегодня мы можем увидеть, что это его кольца. Астрономы начинают изучать планеты, которые вращаются вокруг нескольких звезд вне Солнечной системы. Похожи эти планеты размером с наш Юпитер. Можно предположить, что кто-то, наблюдающий издалека за Солнцем, способен увидеть Юпитер. Земля же, находящаяся близко к Солнцу, останется незамеченной. Если бы сейчас мы были здесь, то через шесть недель мы оказались бы здесь, в точке Солнцестояния. Движение планет зависит от их удаленности от Солнца. Чем планета дальше, тем медленнее она движется. Поэтому Марс, наш сосед, движется значительно медленнее Земли. Наша скорость 107 тысяч километров в час. Марс, красная планета, двигается со скоростью 87 тысяч километров в час. Примерно раз в два года наша планета догоняет Марс. Солнце, Марс и Земля выстраиваются в ряд. Когда Марс находится напротив Солнца, в полдень на юге мы видим Солнце, а в полночь, смотря в противоположном направлении, Марс. Земля продолжает свой путь, двигаясь быстрее Марса. Поэтому каждую ночь Марс появляется на небе все раньше. Земля вращается вокруг своей оси. Нам кажется, будто Марс и звезды перемещаются вправо. В то же время Земля продолжает свой путь вокруг Солнца. Она продвигается вперед и через два года вновь догоняет Марс. В одной плоскости с нашей орбитой находятся Солнце и другие планеты. На горизонте недостижимо далеко мы видим звезды и созвездия Зодиака. Если вместо того, чтобы смотреть на них, вы посмотрите вверх, то увидите полярную звезду, наш ориентир, который находится на одной линии с осью вращения Земли. Возникает ощущение, будто ночью остальные звезды вращаются вокруг полярной звезды. Вы можете понаблюдать за их вращением с помощью большой медведицы. Допустим, что сегодня тот день, когда большая медведица находится прямо над вами. В течение ночи до самого рассвета она будет двигаться вокруг полярной звезды. Утром она окажется здесь. За восемь часов большая медведица пройдет треть от полного круга. На самом деле большая медведица не двигалась. Ее перемещение результат вращения Земли. Земля делает полный оборот за 24 часа. За восемь часов она делает треть оборота. Эту треть мы можем увидеть в небе. Это та самая третья часть круга, которую прошла большая медведица. Созвездия, огибающие полярную звезду, похожи на гигантские часы. Они помогают нам измерять время, а учитывая вращение Земли, еще и пространство. Днем мы можем увидеть вращение Земли, проследив за Солнцем. Солнечные часы показывают время, определяя положение Земли по отношению к Солнцу. Часы не просто показывают нам время, они могут подсказать, где мы находимся. Поверните ваши часы к Солнцу, разверните так, чтобы Солнце находилось между маленькой стрелкой и числом 12, точно посередине. Число 12 укажет вам на юг. Оказывается, в каждых часах спрятан компас. В 4 часа дня поместите Солнце между числами 4 и 12, напротив числа 2. Число 12 опять укажет вам юг. В 6 часов Солнце между числами 6 и 12, напротив числа 3. Солнце находится на западе, а число 12, как всегда, указывает южное направление. Вот так ваши часы, с помощью которых вы измеряете время, позволяют также измерять пространство и вращение Земли. Быстро или медленно вращается Земля? Давайте представим космос в масштабе, понятном для человека. Солнце огромный собор, а Земля футбольный мяч. В таком случае расстояние между Солнцем и Землей составляет 5 километров. Мяч находится почти на окраине города. В таком масштабе мячик Земля двигается медленно. Потребуется целый день, чтобы он пересек футбольное поле. Пенальти с расстояния 11 метров займет 3 часа. Тогда вращение Земли вокруг своей оси будет происходить очень медленно. Один виток она сделает, пролетев от одних ворот до других. Движение Земли медленный дрейф в безбрежном космическом океане вокруг отдаленного Солнца. Конечно, для микроскопических существ, цепляющихся за мяч, 100 метров, которые он преодолевает за один день, приличное расстояние. Нам на Земле сложно представить себе расстояние в 2,5 миллиона километров, которое Земля преодолевает за сутки. Каждый месяц в течение нескольких ночей после новолуния не Луна освещает Землю, а Земля Луну. Если небо чистое, слева от полумесяца вы увидите едва освещенный лунный диск. Этот серый свет приходит с Земли. Это солнечный свет, отраженный Землей на Луну, а Луной обратно на Землю. Если бы космонавты смотрели с Луны на Землю, они бы увидели земной полумесяц, растущий с каждым днем. Так же, как мы видим полную Луну, они видели бы полную Землю. Они были бы ослеплены, ведь Земля казалась бы им очень большой, и со всеми своими облаками и полярными льдами она куда ярче Луны. Через два дня Земля начала бы убывать. Ну, а пока вы на Земле, не забудьте, в третью, четвертую и пятую ночь после новолуния вы можете увидеть земной свет на нашем спутнике. Когда будете смотреть на Луну, не забывайте, это отражение нашей планеты, отражение белых облаков, на которые светит Солнце. Через восемь недель с момента равноденствия мы будем находиться здесь. Через пять недель, 21 июня, мы достигнем точки Солнцестояния. До 1999 года самым ярким объектом весеннего неба по утрам был Юпитер, самая большая планета. Но почему по утрам? Юпитер движется по своей орбите очень медленно. С начала года он успел только лишь спрятаться за Солнцем. Продвигаясь по своей орбите, Земля заглядывает за Солнце, туда, где прячется Юпитер. Постепенно Юпитер появляется справа от Солнца. Именно поэтому мы можем увидеть его рано утром, перед рассветом. Юпитер восходит раньше Солнца. На восходе Солнце озаряет лучами атмосферу, которая становится голубым занавесом, скрывающим планеты и звезды. В течение дня Солнце пересекает небесный свод слева направо. В полдень, когда Солнце поднимается высоко, Юпитер находится справа от него и незаметно подходит к горизонту. Планеты справа от Солнца заходят раньше нашей звезды, и вечером мы их не видим. Когда появляются звезды, Юпитер находится под горизонтом. Однако осенью Юпитер занимает место слева от Солнца. Солнце будет заходить раньше Юпитера и у большой планеты будет достаточно времени, чтобы сиять для нас по вечерам. То же происходит и со звездами. В апреле Орион был слева от Солнца, поэтому мы видели его вечером. Земля продвинулась по своей орбите вокруг Солнца, и Солнце встало между Орионом и нашей планетой. В это время Орион скрыт от наших глаз солнечным светом. Осенью, когда Земля продвинется по орбите еще дальше, Орион окажется справа от Солнца. И мы сможем наблюдать его по утрам до рассвета. Запомните, все, что находится справа от Солнца, Луну, планеты или звезды, мы можем наблюдать по утрам. Юпитер находится далеко за Марсом и кольцом астероидов. Он в пять раз дальше нас от Солнца. Юпитер газовая планета, самая большая в Солнечной системе. Его диаметр почти в 12 раз больше диаметра Земли. Если вы посмотрите в бинокль, то заметите четыре маленькие точки справа и слева от этой планеты. Это четыре самых больших спутника Юпитера, открытые Галилеем в 1610 году. Понимание того, что это действительно спутники планеты, было большим достижением. В те времена, когда люди считали, что звезды и планеты прикреплены к небесному куполу, Галилей первым начал обследовать небо с помощью телескопа. Он заметил, что четыре небольшие точки меняют положение из ночи в ночь. Он также понял, что они никак не могли скользить по поверхности небесного купола, а значит, никакого купола земли. Четыре небольших тела вращались вокруг Юпитера, так же, как Луна вращалась вокруг Земли. Они двигались в пространстве. Галилей открыл трехмерную природу неба. Это было важное открытие. Четыре спутника, открытых Галилеем, Ио, Европа, Ганимед и Калисто, размерами примерно с Луну, но двигаются гораздо быстрее. Луна обходит Землю за четыре недели, а так называемые Галилеевы спутники делают полный оборот за несколько дней, хотя Юпитер в тысячу раз больше Земли. Самый быстрый спутник Ио делает оборот вокруг Юпитера за полтора дня. Ио единственное, кроме Земли, тело в Солнечной системе, на котором были замечены извержения вулканов. Температура около Юпитера минус 200 градусов по Цельсию. Лава температурой 400 градусов выплескивается на поверхность Ио и постоянно меняет внешность спутника. До 1999 года каждую весну Юпитер можно было наблюдать по утрам. Спутники Юпитера часто замечали, как три небольшие точки слева и одну справа. Однако уже через день все менялось. Один спутник был справа, а три слева. Еще через день все спутники были справа. Через бинокль вы бы увидели спутники под углом. На самом деле их орбиты лежат в той же плоскости, что и орбиты планет. Однако наклон оси вращения Земли создает ощущение, будто спутники спускаются по направлению к тому углу горизонта, откуда восходит Юпитер. Когда мы видим закат Юпитера, кажется, что четыре спутника расположены на линии, направленные к другому углу горизонта. Наклон земной оси обеспечивает условия жизни на нашей планете. Происходит смена времен года, тепла и холода, длинных и коротких дней. Этот наклон мы можем определить и с помощью спутников Юпитера. Ночью можно проследить, как Луна переходит от одной планеты к другой. В 1997 году можно было наблюдать Марс. Он находился чуть выше и чуть левее Луны на расстоянии ладони. Луна и Марс на небе располагались рядышком, но на самом деле они далеки друг от друга. Луна находится близко к нам, а Марс в 300 раз дальше нее. Проход Луны на фоне Марса позволяет нам представить ежемесячный оборот Луны вокруг Земли. Сначала Луна находится справа от Марса. Следующей ночью они встречаются. Луна проходит прямо под Марсом. Через сутки Луна окажется слева от Марса и начнет удаляться от него. Увидев, как Луна из ночи в ночь проходит на фоне планет, Легко представить, как за четыре недели она делает оборот вокруг Земли. На Луне мы уже были. Скоро посетим Марс. Это земная орбита. Мы движемся по земной орбите от весеннего равноденствия до летнего соцсостояния 21 июня. Каждые четыре месяца мы встречаемся с Меркурием. Но есть одна проблема. Меркурий слишком близок к Солнцу. Он никогда не отходит далеко от звезды, поэтому почти всегда скрыт солнечным светом. Когда Меркурий едва отходит от Солнца, увидеть его нельзя. Утром Солнце встает почти одновременно с Меркурием и озаряет атмосферу. Меркурий немедленно исчезает с неба. Когда Меркурий был от Солнца дальше, мы могли его увидеть. Вот что происходит всего за четыре месяца. Меркурий проходит свою орбиту очень быстро. Ему нужно всего три месяца, чтобы обойти Солнце и оказаться здесь. За эти три месяца Земля преодолела четверть своей орбиты. Меркурию потребовался еще месяц, чтобы отойти от Солнца. В этой позиции Меркурий восходит за полтора часа до Солнца. Он сияет на небе и у вас есть время понаблюдать его до восхода Солнца. Меркурий движется по орбите очень быстро, однако вокруг оси он вращается очень медленно. Солнечное притяжение замедляет вращение этой планеты, поэтому дни там очень длинные. Вот как космонавт провел бы день на Меркурии. В полдень здесь очень жарко, 400 градусов по Цельсию. Меркурий быстро движется по орбите, но медленно вращается вокруг оси. Здесь космонавт увидел бы закат. Далее он бы оказался на неосвещенной половине планеты и началась бы ночь длиной в три месяца. Даже когда Меркурий завершает свою орбиту, космонавт все равно находится на темной стороне планеты. Здесь очень холодно, минус 150 градусов. Держись! Всего шесть недель до рассвета. Наконец-то космонавт вернулся на освещенную половину. Еще через шесть недель наступает полдень и Меркурий вновь завершает орбиту. На Меркурии один день это два оборота вокруг Солнца. Для космонавта это стало бы проблемой. Даже в полдень небо черное. Здесь нет воздуха, нет лазурного неба, а Солнце вместо того, чтобы садиться, иногда заново восходит. В конце своей жизни Николай Коперник жалел о том, что не смог увидеть Меркурий. Коперник умер в 1543 году. Незадолго до этого он опубликовал свое потрясающее открытие. В те времена люди полагали, что Солнце, Луна и планеты вращаются вокруг Земли. Но на самом деле в центре находится Солнце. Планеты вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца, в том числе Земля. Люди видели, как Солнце, Луна и планеты вращаются вокруг Земли и думали, что Земля это центр всего. Открытие Коперника отправило нас на окраину. Во время нашего путешествия мы объясняем вам то, что вы видите на небе именно с помощью открытия Коперника. Каждые два года в летние месяцы мы наблюдаем Марс. Он чуть желтее окружающих звезд. Марс наш сосед. Он находится на следующей орбите. Это единственная планета Солнечной системы, которая вращается вокруг своей оси с такой же скоростью, как и Земля. Как и у Земли, ось вращения Марса наклонена. Летом северный полюс Марса повернут к Солнцу, как и наш. Зимой он в тени. Ледниковый покров растет и уменьшается в зависимости от времени года. Да, на Марсе есть времена года. Они длиннее земных, ведь Марс проходит свою орбиту за два года. Поскольку Красная планета находится дальше от Солнца, на ней очень холодно, от минус 90 до минус 130 градусов по Цельсию. Мы называем Марс Красной планетой, поскольку его каменистая поверхность покрыта тонким слоем оксида железа, который и придает ей такой оттенок. Марс планета более других похожая на Землю. Единственная планета, на которую в ближайшем будущем сможет ступить человек. Пока мы посылаем туда роботов. Путешествие на Марс будет триумфом высоких технологий, но чтобы рассчитать путь, мы пользуемся измерениями, сделанными в 17 веке Йоганном Кеплером. Он открыл, что чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется. тела в Солнечной системе двигаются не по прямым линиям, а по эллиптическим орбитам. Чтобы послать космический корабль на Марс, надо найти такую траекторию, которая соединит орбиты Земли и Марса. При этом Марс должен быть впереди Земли. Поскольку он движется медленнее Земли, космонавты смогут попасть на него в точки пересечения траектории их полета с орбитой Марса. Путь займет 9 месяцев. У космонавтов будет несколько месяцев на исследование Красной планеты до того, как Земля и Марс займут позиции, необходимые для обратного перелета. Обратно они будут лететь быстрее. Направляясь к Земле, корабль будет притягиваться Солнцем и разгоняться, как если бы космонавты спускались с горки. Йоганн Кеплер рассчитал все это еще в 17 веке. Когда с момента равноденствия прошло 10 недель, от солнцестояния и начала лета нас отделяют всего три недели. В конце марта 1997 года комета Хейло-Боппо пролетела мимо нас. Она находилась над плоскостью планет, и мы могли видеть ее ночью после захода Солнца. Потом она исчезла. Куда она делась? Когда комета ближе всего подошла к Земле, мы были здесь. Через 10 дней, когда она была ближе всего к Солнцу, мы были здесь. за два месяца, когда комета возвращалась обратно в плоскость планет, Земля достигла этой точки. Мы больше не могли видеть комету, поскольку она находилась на одной линии с Солнцем. Затем комета прошла плоскость планет и направилась на окраины Солнечной системы. Когда комета встает в один ряд с Солнцем, она пересекает небесный свод незаметно для нас. Но сейчас вы можете видеть, как это происходит. Когда Венера находится слева от Солнца, ее можно увидеть вечером. В течение трех или четырех месяцев Венера начинает сиять еще до звезд. Венера кажется нам такой яркой, потому что находится близко к Солнцу и к нам. Не менее важно, что она покрыта тонкой белой атмосферой, которая отражает солнечные лучи. Когда Венера находится справа от Солнца, ее можно увидеть утром. Затем Венера и Земля продолжают свой путь по орбитам. Венера движется быстрее нас. За несколько месяцев она обгоняет нас настолько, что оказывается позади Солнца и исчезает в его свете. Постепенно она освобождается из солнечного плена и вновь становится видимой по вечерам слева от Солнца. Когда планета находится слева от Солнца, мы можем видеть ее по вечерам. Венера каждый вечер пересекает небесный свод, незаметно следуя за Солнцем. Когда Солнце заходит, Венера, вечерняя звезда, сияет слева от точки заката. Постепенно Венера отходит все дальше от Солнца. Каждый день после заката Солнца Венера светит дольше, и каждый день она становится больше. Каждый месяц Луна встречается с Юпитером. Они встают в ряд. Вот как это происходит. Луна делает оборот вокруг Земли за четыре недели. Используя Луну как ориентир, вы можете увидеть многие планеты. Наблюдайте за Луной и сможете найти Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн. Разумеется, только ночью, ведь когда Солнце освещает нашу атмосферу, вы не можете наблюдать ни планеты, ни звезды. Раз в месяц поле зрения Земли и Луны направлено в сторону Юпитера. Луна и Юпитер встают в ряд. Но не забывайте, Юпитер в две тысячи раз дальше Луны. Во время их встречи Луна появляется чуть выше или чуть ниже Юпитера, поскольку ее орбита немного наклонена по отношению к орбитам планет. На рассвете, когда горизонт озаряет Солнце, звезды исчезают. Вместе с ними исчезает и более яркий Юпитер. Остается лишь Луна, видимая даже при свете дня. Вы видите, что на небе Луну и Юпитер окружают звезды, но на самом деле звезды находятся намного дальше от них. Луна расположена недалеко от Земли. Если бы наша планета сошла с орбиты и направилась к Луне на обычной скорости 107 тысяч километров в час, мы бы достигли цели за 4 часа. До Юпитера мы бы летели по прямой примерно год. за 4 года мы достигли бы Урана, а за 6 лет Нептуна. Но звезды гораздо, гораздо дальше планет Солнечной системы. Нам потребуется 160 тысяч лет, чтобы долететь до звезды Альтаир, хотя Альтаир находится недалеко от нас, если сравнивать ее с теми звездами, которые находятся на другом конце нашей галактики и, возможно, уже не существуют. Вернемся на Землю, которая расположена в 4 часах пути от Луны и в годе от Юпидера. Эти цифры можно сравнить с нашей действительностью и понять, как устроена Солнечная система. Большинство людей считают, что свет всегда переносится по прямой. Однако, когда Эйнштейн размышлял над устройством Вселенной, он подумал, что пространство искривляется из-за гравитации, силы притяжения звезд и планет. Большой объект вроде Солнца создает углубление в пространстве времени, и это углубление в теории искривляет свет, как лунка искривляет траекторию мячика для гольфа. Это была лишь теория. Но 29 мая 1919 года она была доказана. Это был день полного солнечного затмения. Звезда НАТ находилась на одной линии Солнца, хотя и очень далеко от него. Ожидалось, что она появится здесь, около Солнца. Но она появилась дальше, здесь. На самом деле, когда свет звезды двигался к нам, он был искривлен воздействием Солнца. Мы видели свет звезды справа, в конце прямой линии, хотя на самом деле звезда располагалась левее, рядом с Солнцем. Значит, огромная масса Солнца повлияла на движение света. Звезда появилась справа, хотя должна была появиться левее. Так была доказана теория относительности. Через 11 недель после равноденствия мы будем находиться здесь, а еще через 2 недели мы будем в точке солнцестояния. Далекая планета Уран делает виток и начинает двигаться в обратном направлении. почему? Земля двигается по орбите со скоростью 107 тысяч километров в час. Уран гораздо медленнее, поэтому на фоне звезд кажется, будто он повернул назад. виток виток который он демонстрирует отражение нашего собственного движения вокруг Солнца. У Урана каменное ядро, но это по большей части газовая планета. Он в 2 раза дальше от Солнца, чем Сатурн и в 20 раз дальше, чем мы. На таком расстоянии его сложно отличить от звезд. Звезды испускают свет, но Уран планета, он не сияет, а только отражает солнечный свет. Урану достается гораздо меньше солнечного света, чем, например, Земле, поэтому он и отражает лишь небольшую часть солнечных лучей и похож на маленькую звезду. На астрономических картах 18 века Уран отмечен как звезда в созвездии Тельца. В 1781 году астроном-любитель Уильям Гершель наблюдал за созвездием близнецов и заметил в нем звезду, которой там не должно было быть. Он продолжил исследование и обратил внимание, что звезда двигалась очень медленно в той же плоскости, что и планеты, направляясь от созвездия Тельца. На самом деле эта звезда была планетой. Гершель открыл Уран. С давних времен самой далекой планетой был Сатурн. С открытием Урана солнечная система удвоилась в размере. Ось вращения Урана практически лежит на его орбите. Она всегда указывает в одном направлении, поэтому иногда кажется, что Уран катится по орбите словно мяч. А иногда, что он двигается вперед и катится назад. Когда Уран формировался, он мог опрокинуться после столкновения с небесными телами. Возможно, по этой же причине оказались наклонены его кольца и орбиты его спутников. Он стал похож на Сатурн. Только у больших отдаленных планет Сатурна, Юпитера, Нептуна и Урана есть кольца и множество спутников. Маленькие Венера и Меркурий находятся слишком близко к Солнцу, и у них нет ни колец, ни спутников. Земля третья от Солнца планета, и у нее есть один спутник наша Луна. Орбита Урана стала новой границей Солнечной системы, но ненадолго. Двигаясь по своей орбите, Уран, как и все планеты, балансирует между притяжением Солнца и собственной инерцией. Немногим позже, после его открытия в конце 18 века, в движении Урана были обнаружены незначительные отклонения. Может, еще одна сила действует на Уран? Что, если это планета? Молодой астроном Леверье вычислил позицию невидимой планеты, вращающейся вокруг Солнца за орбитой Урана. Но ему никто не поверил. Он отправил письмо в Берлинскую обсерваторию, и в тот же вечер по координатам, рассчитанным Леверье, была обнаружена новая планета Нептун. Впервые тело, невидимое для невооруженного глаза, было открыто путем расчетов. Нептун открыли лишь в середине 19 века, но за два столетия до этого произошло удивительное совпадение. Каждую декабрьскую ночь в 1612 году Галилей наблюдал за движением спутников Юпитера через телескоп, который сделал сам. Сначала он видел три спутника справа от Юпитера, а четвертый Ганимед слева от него. На следующую ночь он увидел только три спутника, и его скрылся за Юпитером. Затем 29 декабря Галилео увидел четыре спутника в такой позиции и зафиксировал это. Но он ошибся. В этот момент Европа была скрыта за Юпитером. Небольшая точка снизу не была спутником Юпитера, это был Нептун, который в этот момент проходил за Юпитером. На самом деле Нептун отдален от Юпитера на миллиарды километров. Если бы Галилей продолжил свои наблюдения, то увидел бы, что Европа вернулась, а Нептун, маленькая синяя точка слева, это планета. Вероятно, следующей ночью было облачно, или Галилей решил подготовиться к Новому году. В любом случае, Нептуну пришлось ждать еще 200 лет, пока его не признали планетой. После открытия Нептуна в его движении были обнаружены те же отклонения, что и в движении Урана. Многие астрономы сразу начали рассчитывать позицию загадочной планеты, которая вызывает эти отклонения. на расчеты было потрачено более века. Новая планета была открыта после сравнения тысяч фотографий, сделанных отдельно в разные дни. Из фотографии в фотографию она двигалась, а значит, не могла быть звездой. Плутон самая удаленная от Солнца планета. По размерам он меньше нашей Луны. возможно когда-то он был спутником Нептуна. Их орбиты имеют разный наклон. Вероятно орбита Плутона все больше и больше смещалась, пока он наконец не смог вырваться и начать самостоятельно вращаться вокруг Солнца. Так что может быть Плутон спутник ставшей планетой с сильно наклоненной орбитой. У других спутников Нептуна орбиты тоже странные. Тритон двигается в противоположном направлении и постоянно приближается к Нептуну. В итоге он разрушится, а его осколки упадут на Нептун или попадут в кольца планеты. Это произойдет в течение 100 миллионов лет. Плутон со своей кривой смещенной орбитой самая далекая планета. Но останется ли он таковым? Многие астрономы старательно высчитывают координаты десятой планеты, легендарной планеты Х. Это путешествие не фантастика. Оно настоящее и происходит прямо сейчас. Если мы находимся в этой точке, это означает, что через неделю наступит самый длинный день. Это будет солнцестояние, начало лета. Каждый день мы видим, как солнце пересекает небесный свод слева направо. Ночью по этому пути двигаются луна и звезды. Мы также знаем, что на самом деле солнце не двигается, это вращается земля. Движение слева направо иллюзия, вызываемая вращением земли. Нам постоянно кажется, что солнце перемещается слева направо, поскольку мы вращаемся вместе с землей. Солнце передвигается по дуге из-за наклона земной оси. Если мы посмотрим на землю из космоса, то сможем в этом убедиться. Солнце восходит на востоке, поскольку земля в этот момент поворачивается на восток. Восход на самом деле поворот земли в ту сторону, где ее ожидает солнце. В июне 1999 года сразу после заката солнечная система предоставила нам потрясающий обзор. Сразу четыре тела встали в ряд. Прямо под горизонтом находилось солнце, левее и выше Венера, еще немного левее Луна. Слева от Луны располагался Марс. Если бы Земля была прозрачной, мы бы смогли увидеть еще одну планету справа от Солнца, под горизонтом Меркурий. Луна, Солнце и планеты могут принять такое положение, поскольку находятся в одной плоскости. Посмотрим на них из космоса. Вот плоскость Солнечной системы. За планетами Солнечной системы мы видим звезды, недостижимо далекие. Звезды и созвездия помогают нам находить и определять планеты. Зодиак воображаемый поиск созвездий. Сейчас, например, Марс находится напротив созвездия Льва, Луна напротив созвездия Рака, а Венера напротив созвездия Близнецов. Вы можете представить себе устройство Солнечной системы, когда Земля выравнивается с Солнцем, Луной и планетами. Каждый день мы видим, как Солнце проходит небесный свод, но на самом деле это лишь вращение Земли. То же самое с Луной? Вовсе нет. Ведь эта Луна вращается вокруг Земли, а не наоборот. Однако, чтобы это понять, необходимо наблюдать за ней из ночи в ночь. Каждую ночь в одно и то же время Луна немного сдвигается влево. Время от времени кажется, что Луна передвигается от Венеры, которая расположена справа, к Марсу, он сейчас слева. Этот сдвиг показывает нам реальное движение Луны. Ей нужно четыре недели, чтобы обойти вокруг Земли. В момент новолуния Земля, Луна и Солнце выстраиваются в ряд. Через два дня Луна проходит перед Венерой. С Земли мы видим Луну под Венерой. Луна продолжает свой путь и оказывается между Венерой и Марсом. Через сутки она здесь. Она сдвигается на две ладони по сравнению со своим вчерашним положением. Далее она появляется здесь. Через три дня она проходит на фоне Марса. Тем временем маленький месяц превратился в половинку Луны. Путь от Венеры до Марса занимает у Луны семь дней. Земля за это время делает семь оборотов вокруг своей оси. Смотрите. Земля делает оборот и на следующий день Луна чуть сдвигается влево. Земля делает оборот, а Луна продолжает двигаться по орбите. Поэтому еще через сутки она оказывается еще левее на полпути от Венеры до Марса. Еще оборот, еще сутки и Луна почти поравнялась с Марсом. Представьте линию, соединяющую Венеру и Марс. Это будет четверть орбиты Луны вокруг Земли. В то время как Солнце остается неподвижным, Луна оборачивается вокруг Земли за 28 дней. Каждые четыре недели, сделав оборот вокруг Земли, Луна встает в ряд с Марсом. Это событие помогает нам понять, как работает механика небесных тел. Через месяц Луна пересечет линию, соединяющую Землю и Марс и окажется над Красной планетой. Через два месяца она поднимется еще чуть выше, а еще через два мы увидим ее еще выше. После этого Луна будет постепенно опускаться и через несколько месяцев снова пройдет под Марсом. Почему же Луна перемещается вверх и вниз? Если мы посмотрим из космоса, то заметим, что орбита Луны наклонена. Луна вращается вокруг нас, совершая круг вместе с Землей. Если во время парада планет Луна близка к планетарной плоскости, она появляется с Марсом на одной высоте. Если же она проходит над этой плоскостью, то появляется над Красной планетой. Для нас это будет выглядеть вот так. 12 декабря 1999 года произошло идеальное соединение. Луна прошла прямо напротив Марса. Это редкое явление, затмение Марса, можно было увидеть с территории Европы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова